На минувшей неделе искали не только людей, но и автомобили. В воскресенье в полицию обратился Саровчанин с заявлением о том, что у него угнали машину. Как выяснили сотрудники правопорядка, накануне угона мужчина встретился с своим другом. И они вместе распивали спиртные напитки. Сейчас выясняется факт, был ли угон или это было халатное отношение к самому автотранспорту. Приятель потерпевшего и не думал, что его запишут в угонщики. При выяснении обстоятельств, при которых якобы произошло преступление, стали вскрываться события, которые поставили под сомнение сам факт угона. Заявитель сам отдал машину своему знакомому. Потому что в дальнейшем автомобиль был остановлен сотрудникам ГИБДД. И гражданин ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. На прошедшей неделе зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий. В половине из них пострадали люди. Спешка водителей в утренний час пик стала причиной сразу трех аварий. Одна из них произошла на перекрестке улиц Давиденко и строитель Захарова. Женщина, водитель автомашины Митсубиси Аутлендер, выезжая на перекресток с возрастепенной дороги, не уступила дорогу автомашине ВАЗ-2110, которая двигалась по главной дороге, то есть по улице строителей Захарова. Невнимательность автоледи дорого обошлась водителю отечественного автомобиля. С переломом он был доставлен в приемный покой клинической больницы номер 50. Ремонтом машины мужчина займется после того, как заживет сломанная рука. В результате ДП водитель 71-го года рождения получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы, ссадин теменной области, перелома шиловидного отростка правой лучевой кости, ушиба коленного сустава справа и после осмотра врачом был отпущен домой. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции проведут несколько профилактических мероприятий. Накануне выходных на дорогах Сарову пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Также будет организована спецоперация по проверке соблюдения правил перевозки детей.